Одессу с рабочим визитом посетила чрезвычайный полномочный посол США в Украине Марий Иванович. В ходе визита дипломату устроили экскурсию по Центру обслуживания граждан. Также госпожа Иванович пообщалась с исполняющей обязанности председателя Одесской областной государственной администрации Соломеи Бобровской и обсудила возможные будущие проекты. Экскурсию дипломату по Центру обслуживания граждан устроил директор учреждения Артур Амиров. Он поблагодарил США в лице госпожи Иванович за поддержку в реализации проекта Центра. Госпожа посол высоко оценила работу сотрудников Центра, а также высказала мнение, что это учреждение может и должно быть примером реформ. Этот Центр является воплощением того, к чему должен стремиться любой местный орган власти – прозрачность, эффективность и открытость для всех граждан. Правительство США гордится тем, что может поддерживать вашу замечательную работу. И в Украине действительно есть понимающие, что именно таким образом надо предоставлять услуги. Подобные Центры создаются уже в других регионах – Харькове, Мариуполе. Артур Амиров, в свою очередь, озвучил ближайшие нововведения, которые ожидают клиентов Центра. Мы сегодня хотим заявить о том, что мы в ближайшее время запускаем новую услугу, очень долгожданную, очень востребованную – это оформление загранпаспортов. То есть до конца этого года уже будут приняты первые заявки. Встреча с исполняющим обязанностями губернатора Одесской области Соломией Бобровской прошла довольно быстро. Посол заявила, что рада приехать в Одессу, и это ее первый визит в город. Соломия Бобровская рассказала о перспективах и достижениях нашего региона и поблагодарила адміністрацию США за участие в благотворительных проектах. За рейтингом инвестиционной эффективности Одесская область поселила первое место за последний рік. Нам больше чем пишется, и, думаю, у нас будут цікавые проекты до обговорения. Вовденный визит – это показатель важности и стратегичности Одесского региона. И, думаю, что по результатам визита и по результатам всех проектов, которые сегодня участвуют в Одессской области, благодаря уряду Соединенных Штатов Америки, посольству, в частности, в территории государства Украины, нам будет что сказать. Стороны также обговорили перспективы сотрудничества в сфере культуры и информационной безопасности. Представительница США пообещала поддержку. Три белых зоны, про которые мы рік просим и Министерство информационной политики, и Комитет информационной безопасности, и Национальная радость вопросов о мовлении и телебречении – приехать в Одесский регион с выездным заседанием, выехать на кордон, увидеть, насколько государство Украины транслирует мовления в наши регионы. И я наглашу про три ретенслятора, которые нам жизненно необходимы для нашего Одесского региона. Привлечение волонтеров Американского корпуса «Мира» для работы в Одесской области, чтобы в частности помогать молодым одесситам изучать английский язык. Также хочу напомнить, что в этом году исполняется 20 лет дипломатическим отношениям между Украиной и США. И мы отметим эту дату в январе джазовым концертом здесь, в Одессе. Госпожа Иванович заверила, сотрудничество будет продолжаться в конструктивном ключе. Новый посол США в Украине Мария Иванович, кроме посещения Центра административных услуг, на проспекте Шевченко и встречи с исполняющей обязанности губернатора Соломеи Бобровской, побывала в Одесском педагогическом университете имени Ушинского, а также посетила суд Киевского района Одессы. Стоит отметить, что среди запланированных мероприятий не было одного – встречи с городским головой Геннадием Трухановым. И это достаточно странно, ибо по протоколу не встретиться столь высокому гостю с мэром города, куда она приехала с официальным визитом, можно считать протокольной ошибкой. Если бы не одно «но», вполне возможно, что еще большей ошибкой была бы встреча с человеком, имеющим за границей весьма дурную репутацию. И в этом случае поведение посла весьма логично. Грубейшее, но оправданное нарушение дипломатического протокола, которое допускается американскими дипломатами в исключительных случаях. Получается, что Геннадий Труханов – персона нон-грата. Редактор субтитров А.Семкин